Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить о замечательной встрече в моей жизни. Это было у зубного врача. Было это давно, 37-38 лет назад. Я еще живу в Советском Союзе, в городе Шахтинский работал. И мне сказали, есть вот замечательный зубной врач. Да, мне нужно было поставить пломбу. Я нашел его, пришел к нему. Был верующий человек, кстати. Вот за то короткое время, которое мы с ним общались, во время того, что он мне делал зубы, он мне рассказал очень много интересного. Например, он начал с того, что сказал, моя жена исцелилась по молитве. И действительно, как его жена, так сказать, после того, как у них родился первый ребенок, чуть ли не умерла, потому что разные резусы. И сказали, больше нельзя рожать, так сказать, врачи сказали. Тем не менее, так сказать, они хотели еще иметь детей. И они знали, вот есть замечательный человек в Рязани, да, Анатолий Сергеевич Редин. Он молится, а у него особенно сильная молитва. Интересно, вот есть люди такие, хотя Бог всех слышит и слушает простые молитвы, но вот которым Бог давал вот такой дар, особенный дар молитвы исцеления. И да, он сказал, поезжай жене туда, она поехала туда. Брат молился, она 2-3 дня была в их семье, потом мне рассказывал сын про эту историю. И действительно, в тот момент, когда он помолился, возложив руки, помазав елеем, она почувствовала, что она исцелилась. Вот скажешь, как можно почувствовать, что ты, кстати, исцелилась, но так произошло. И после этого она родила еще семеро детей. Врач мне успел сказать, что этот Анатолий Сергеевич Редин, он приедет в Караганду, это там тот город, где я жил, и он будет там вот на собрании таких-то христиан. Да, я после этого посетил эти собрания, прослушал, по-моему, три собрания. Брат молился за меня, молился за мою дочку. У нее, кстати, тоже прошло исцеление, потому что у нее было внутричерепное давление, и она в месяц раз вот такие головные боли сопровождались рвотой. После молитвы это прошло. Но вот мне интересно, что же этот Иоганн Паульс, его звали так, этого врача, как он жил дальше? Вот я случайно читаю о нем в газете «Забытый алтарь». Да, и вот здесь статья его, и прямо фотография с ним. Он стоит в немецком городе с немецкими плакатами и призывает людей к вере. Примиритесь с Богом, верьте в Иисуса Христа, вот на таких плакатах все это здесь стоит. И, так сказать, да, вот он так призывает людей к вере. Я смотрю, пожилой человек, посмотрел, я вспомнил, это ведь должен быть вот этот врач, у которого я когда-то был. Я потом нашел телефон его, созвонился с редактором журнала, так сказать, и действительно дозвонился к нему. Да, это он. Ему сейчас 77 лет. Жена болеет деменцией. Но он, так сказать, по-прежнему вот полон желаний говорить людям Слово Божие. И пока к ней приходят и смотрят за ней, так сказать, да, вот от тех учреждений, которые смотрят за больными, он на три часа три раза в неделю выходит на улицу с этими плакатами, стоит где-то на перекрестке дорог, чтобы машины проезжали, видели вот то, что можно еще сегодня спастись через Иисуса Христа. Я пригласил его к нам, надеюсь, что он к нам приедет. Он меня не помнил, потому что это был небольшой эпизод в его жизни. Но мне хочется рассказать еще немножко о его статье. В этой статье он пишет, так сказать, все мысли его направлены к тому, чтобы люди говорили о Христе, чтобы они находили возможности говорить о Нем. И вот несколько мест Писаний, которых он привел в этой статье, хочу зачитать. Тогда говорит Иисус учрекам Своим, жатвы много, а делателей мало. Матфея 9, 37. Или дальше. Сказал Иисус, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари. От Марка 16, глава 15 стих. Да, это такой важный стих. Иисус, последние слова, которые он говорил, вот уже уходя, так сказать, к своему Отцу Небесному. Да, идите, проповедуйте, говорите Евангелие. Дальше от Матфея 10, глава 32 стих. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. Вот так, исповедовать, должны говорить о Нем. Вот так коротко, как Он мне сказал, и это было так важно в моей жизни. Смотрите, что дальше написано в Деянии апостолов, 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, в Самаре, и даже до края земли. Интересно, сойдет Дух Святой. Но вот верующих, для чего Он сойдет? И первое, что сказано еще до того, как Дух Святой в день Пятидесятницы зашел на верующих, Он сказал, для того, чтобы были свидетелями. Вот мне Паунс рассказал свидетельство, как жена его исцелилась, как его молитву, он хотел еще иметь детей, она исполнилась. Бог это сделал, быть свидетелями. И он дальше говорит, вместо Сизекииля, 3 глава 18 стих, когда я скажу безбожнику, смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить ему, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он был жив, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. Но я взащу кровь с твоих рук. Вот так вот берет вот эти слова из Писания, вот этот уже пожилой человек, так сказать, и он идет и с плакатами, или где-то в центре города раздает трактат о том, что Иисус есть, через Него есть спасение. Сегодня надо примириться с Ним, чтобы однажды и в вечности с Ним жить. Да, вот такой эпизод из моей жизни. Я так благодарен Богу за этого человека, за эту короткую встречу, в которой он смог мне сказать такие важные, важные мысли. Слава Богу за таких людей!